ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте сейчас обсудим то, это будет намного быстрее уже после этого, как он станет самостоятельным. Окей. Это шестой пункт. Он зарегистрировался. Его надо запустить, стартануть, правильный старт сделать. Как я запускаю человека? Первое, что мы говорили, что человек купил пакет, мы зарегистрировали его. Следующее. Ты должен привезти его на один семинар. Ты должен продать ему билет на следующий семинар. На Firefly семинар. И потом на Healy Diamond System семинар. Зато он должен прийти на семинар, чтобы он видел огромную картину, что это за бизнес. Там он будет видеть очень много успешных людей в этом бизнесе. И он может сойти с этими людьми вместе, если этот человек сделал, тогда и я могу это сделать. Он познакомится с компанией, он познакомится с директорами, видит их, как они выступают. Он будет видеть, как передают автобонусы людям разного уровня. Поверьте мне, когда человек придет на такой семинар, у него рождается сильная огромная вера, он еще лучше это хочет, и ты не можешь его отговорить, этот бизнес, он будет идти как рядокол вперед. Я всегда запускаю человека, первое, самое важное, я продаю ему билет на семинар. Почему я вам сейчас скажу? Потому что если он придет, у него рождается огромная сильная вера. А я только работаю с теми людьми, у которых есть вера, потому что если есть вера, есть действие. Нам много легче, и вообще просто с таким человеком работать. У Андроша есть еще акционные билеты, потому что они уже намного дороже, можно их купить сегодня. Запомни золотой закон. В твоем бизнесе, в твоей сети только столько есть лидеров и партнеров, сколько людей присутствует на большом семинаре. Все. Остальное бла-бла-бла. Они серьезно, это не думают. Ты кто-то такой, давай до свидания. Я просто всегда людям говорю, и это не шутка, ты только тогда имеешь право не быть на семинаре, когда идешь на собственные похороны. Если ты не идешь, слава богу, на собственные похороны, потому что ты лежишь в гробу, тогда надо быть на семинаре, если ты хочешь серьезно этот бизнес делать. И это не шутка. И надо приводить людей на семинар. Я показал превозвышение силы, превозвышение семинара и всего. Потому что Файл Флайс тебя превозвесит обратно на сцене. Потому что, поверьте мне, когда вы вместе на семинаре, рождается искусственный интеллект, который начинает работать в правильное направление. Очень много интеллектов собирается, и будет огромный, искусственный, сильный, мощнейший интеллект. Намного больше людей фокусируется на одну цель. Это резонируется, и притягиваешь в свою жизнь правильный резонанс, и ты это создаешь в своей жизни. Это закон притяжения. Ребята, у меня есть такой бизнес-партнер, который не может включить не что iPad, нажать кнопку одну, а не может включить компьютер даже, и он стал золотооснователем. Я обожаю эту женщину. Она словачка. Она несет лопатами на семинар столько, что просто автобусами, конвой автобусов едет у нее. Я не знаю. Не проблема, что я не знаю включить в веб-офисе компьютер, но зато мои люди знают. Все. Меня спрашивает Андрош, ты только один язык знаешь, венгерский, ни английский, никакой. Как у тебя международный бизнес? Я не понимаю этот вопрос, ребята. А почему не может у меня быть международный бизнес? А если кто-то говорит языки? А у меня самый большой международный бизнес в Firefly. У меня такого не было, что если я только говорю на венгерском, у меня не может быть международного бизнеса. Это не означает, что не надо учить языки, и что я не учу язык сейчас. Но зато мы можем иметь международный бизнес. Это не зависит от этого. Это зависит от первого пункта. Мечтай, цель. Зарегистрируйся человек, мы продали ему в первую очередь билет. Третье. Приглашаем его на открытую презентацию, если есть в вашем городе, или на вебинар. Потому что он не только меня видел, а видел на много высших карьерных уровнях. Чтобы он видел больше людей. Чтобы он видел, что это работает. Надо поставить ему показать витрину. Окей. Следующий пункт. Сразу на месте, когда он зарегистрировался, список имен. Сразу, чтобы он написал 20 список имен из 20 людей. Сразу. Это нужно, чтобы у вас была форма. Номерный номер, и Андрась, что окей. Вот почему у тебя должен быть бланк список имен. Там будет на русском, скоро будет переведен. Он уже есть на русском, только сейчас мы его под логотипом Healy Diamond System сделаем, и он будет скоро в рассылке моей рассылочной системы. В конце я напишу, потом вы можете переписать себе, потому что будете получать, когда вебинары, когда это, то есть это мои люди, то есть другая линия, пусть от спонсора своего проконсультируется. Не говорю, что здесь вот, смотри, здесь листочек, напиши 20 имен. Нет, говорю. Он спросит, зачем? Потому что это такое, значит, насильное. А смотри, что я делаю. И сейчас ты поймешь, почему надо эти 20 имен. Ты должен знать, что этот бизнес только так быстро может строиться, если здесь ты, здесь твой новый зарисированный партнер, и ты идешь, не с ним, то есть с ним работаешь, но находишь его лучших людей в глубине. Важно, ты найдешь его самых сильных людей, ищешь. Потому что, когда ты здесь сильным человеком, и ты ищешь его сильных людей. Смотри, что ты достигнешь этого, когда копаешь глубину с сильными людьми работаешь. Ох, такие серьезные рыбы будут в твоем бизнесе. Он еще не хочет идти сюда, потому что боится. Если ты разрешишь ему приглашать того, которого он хочет, я тебе расскажу, кого он будет туда приглашать. Он будет приглашать таких людей, которые чувствуют, что он сильнее над них, что ему не стыдно, знаете, и он не какается от страха пригласить этих людей. Потому что самых лучших сильных он боится пригласить, и он таких, знаете, зайчиков приглашает. И проблема в том, если он есть на таком уровне, и приглашает в бизнес человека на резонансном уровне еще ниже, ты начинаешь спонсировать ниже уровня. Он принесет еще ни человека, который уже ни рыба, ни мясо. Он еще ни рыбку, ни мясо. И здесь уже такие пастухи и кузнечики без ножек. Я не говорил, что это плохо. Только они в этом бизнесе не они будут самые успешные. Или тебе надо знать полностью весь этот процесс, тебе надо выбрать самых лучших сильных. Им надо выбрать самых лучших сильных. И так в твоем бизнесе будут очень серьезные бизнес-леди, бизнесмены, у которых серьезные связи, серьезный список имен, и с ними ты быстрее можешь продвигаться мощнее, стабильнее, сильнее. Из-за этого говорят, что большой бизнес происходит от связей с твоими связями. Почему? Потому что твои связи знают тебя. И он говорит, что ты деревообработщик, ты врач, а ты вообще бизнесом никогда не занимался, и ты сейчас будешь мне говорить о бизнесе? Слушай, мы напились как свиньи в прошлый раз в баре. Оставь мне, какой из тебя бизнесмен? Да, но связи твоих связей они не знают тебя. Они тебя просто знают информацию, что ты как фаерфлайс. Потому что ты предоставил себя, так тебя превозвысили. Понимаешь? И когда-то вы используете превозвышение, помните? Они тебя принимают в этой сфере, в этой роли, как ты представитель фаерфлайс. И они больше ничего из-за тебя не знают. Зато надо заходить в контакты, в контакты, в глубину, в глубину, и пошел в глубину копать. Надо заходить к не к зайчикам, а к львам, царям зверей, да, тем надо заходить, сильным людям. Не все равно, что люди покупают лайф или бэйзик, но в нашем случае лайф или лайф. Надо заходить туда, где люди путешествуют, где-то есть деньги. Так можно быстро развиваться. Следующий пункт, если ты очень быстро не поставишь ему деньги в карман, новому своему приглашенному партнеру, подумай дальше. Пойдет два месяца. Заработал 300 долларов за два месяца в фаерфлайсе. И говоришь, ему через два месяца давай идем самым лучшим твоим контактом. О, блин, за два месяца заработал 300 баксов. Если я дам своему спонсору этого огромного предпринимателя, своего знакомого, а тот высмеет меня. Да я не могу высмеять, чтобы меня мои друзья высмеяли. Не, не, не дам туда. И тогда не дают свои контакты, самые лучшие. Этот бизнес только быстро можешь делать в начале. И надо, чтобы ты поставил деньги в карман твоих людей. И они будут выдавать самые лучшие свои контакты, будут верить в тебя и в себя. Вы немножко успеваете следить за мной. Я сейчас покажу, как это надо делать. Но смотри. Я говорю, Александр. Александр зарегистрировал. Я продал ему что? Билет на семинар. Я продал его на презентацию и на вебинар. И говорю ему следующее. Александр. Я говорю о нюмогомбе. Что я делаю? Запускай вот точку запуска. Ты зато вступил в этот бизнес. Мерс, ты говорил то у тебя были такие и ты хочешь решить эти проблемы или вопросы. Да? Да. На кереде у меня вопрос следующий, Александр. это может ласшен чинальюк или жестко кереджим. Александр, как мы это сделаем? Потихоньку или быстро? Ты хочешь результаты сразу или очень потихоньку результаты хочешь? все горят, что быстро. Все говорят, что быстро. Слушай. Хорошо, Александр, давай быстро делаем. Есть на что нам что упираться уже. Следующий вопрос. Александр, чтобы это быстро мы могли делать для тебя, из твоих связей как ты думаешь каких нам людей нужно, что у них есть хорошие способности? Что надо ему перечислять? Это друга, который без работы или друг, который алкоголик или наркоман? С ними он быстро будет продвигаться? Нет. Он начинает переложать предпринимателей, у кого есть деньги, кто путешествует, кто успешный. на которые люди слушают, которые имеют влияние в своем кругу, которые достоверны в своем кругу, имеют влияние. Я беру список имен. Давай напишем своих самых лучших людей 20 людей. И он напишет. Почему он напишет? Потому что он хочет быстро строить этот бизнес и стабильно. Я спросил, чтобы быстро делали, какие люди нужны к этому? Такой, 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 такой. Супер. Давай тогда 20 людей таких напишем. Даю ему ручку, бумагу, руку и поехали. Все пишут, нету даже. Предприниматели, бизнесмены, все пишут список имен. До единого, как миленькие. Потому что он сказал. Он не будет сделать себя дурака. Смысл в том, чтобы он это высказал. и он тогда будет это делать. И тогда выкидывай самых лучших тузов своих. Потому что до сих пор он даже не боялся бы им это сказать. 10 написал. О, есть 10. Александр, супер, молодец. Давай, давай. Мне говорят, что делай, блин, делай, уже пиши, блин. Я его укрепляю, хвалю его. Давай, 10 есть. И пишем, и он начинает писать. И сейчас здесь самые лучшие. Следующий шаг, смотрите. Первый заарестировался. Продали семинар билет. Семинар билет. Семинар билет, билет на семинар. Только тогда продаешь, когда знаешь, почему продаешь. Это самое важное. Приглашаешь его на открытую презентацию или на вебинар, чтобы он видел это в открытом все. Мы написали уже список именов 20 человек. Написал самых лучших красавцев. Идет пятый пункт. пятый. Мы начинаем, то есть мы даем время на презентацию. Там мой еженедельник. Я сейчас покажу, как это делаю. Но если ты не знаешь такую семейную презентацию сделать или боишься, то есть не знаешь, как это делать, не надо. За что? На face-to-face начинайте приглашать людей. Когда уже face-to-face презентация идет, когда уже получилось 2-3 штуки, тогда таких face-to-face нескольких презентаций идет, где уже не один, а два-три человека присутствуют. Когда уже и то идет, тогда вы можете делать семейную презентацию. Окей? Шаг за шагом, step by step. Я всегда делаю семейную презентацию. И он делает семейную презентацию. Тогда и тебе надо семейную презентацию делать. Двойной лидер клуб золота научись тебе только семейную презентацию надо делать. Ну и открытые тоже большие. Но я всегда делаю два пункта. Смотрите, как я ему продам, докажу, чтобы он хотел эту семейную презентацию. Александр, ты говоришь, что ты хочешь быстро делать этот бизнес. Это секрет в том, что он говорил, Александр, мы так можем быстро делать этот бизнес, если мы сразу многим людям показываем этот бизнес. И лично можем влиять на людей. И самая лучшая возможность и инструмент для этого приемная или вот твоя терраса или огород или там не знаю промещение и сюда надо пригласить 10-15-20 человек. Если у него есть свой офис, потому что он предприниматель, тогда в офис приглашаем. И в связи с тем, что он сказал, что быстро, он это сделает. Он говорит, а что, надо их сюда приглашать? Не надо. Можно это делать потихоньку, только ты говорил, что это надо делать быстро. Тогда быстро или потихоньку делаем? Быстро. Тогда приглашаем этих людей в офис или домой. Мы всегда даем два варианта времени. На Face-to-Face. Даже если больше людей приходят на Face-to-Face, все равно дают два времени. и на семейную презентацию дают возможность два времени. Окей, Александр, здесь у меня еженедельник, давай запланируем два варианта времени. Если мы делаем семейную презентацию, чтобы между двумя временем, двумя вариантами времени было два-три дня, минимум два-три дня, чтобы те, которые будут на первой семейной презентации, было время сделать завершение сделки. Если Face-to-Face, то может следующий день, на тот день, несколько людей говорится на один день или каждый день. Потому что там нет столько завершений сделок как на семейной презентации. Мы выбрали время и последний пункт в старте звоним. Мы начинаем приглашать людей. Если мы на Face-to-Face, то 2-3 идем с 2-3 идем с 2-3 идем 3-4 приглашения делаем сразу. Если семейная презентация, то 2-3 презентации мы делаем совместно. Я покажу, на что надо взглянуть на это. Мы делаем совместно. Я вижу, что это получается. Ода ром на 15 пунктах. Даем ему список 15-пунктов и список имен хозяина презентации. Помните, пунктов. Александр, цель минимум 10 человек. Здесь 15 правил, которых надо соблюдать. Поэтому здесь у тебя сценарий. Вот здесь сценарий. Вот по этому сценарию тебе надо это сделать. Поехали. Чао. И через 2 дня я буду туда. Пока. Все. Я профессионально запустил человека. Вот так просто. Очень просто. Это не для профессионалов. Стойко. Даже не профессионалов. Стойко. Стойко. ошибка. Ребята. Что делают ребята? Что люди делают? Где ошибки делают люди? Здесь он. Зашел в бизнес. Давай на презентацию приведи, на вебинар пригласи человека. Пригласи на презентацию. Идем на семинар. окей? И человек разлился. Растопился. И пошла плохая дупликация. Все. Потому что уже придумали свои все схемы. Обучение туроператоров, турагентов. и пошло поехало. То есть ты профи. Все. И ты идешь в размахе. И ты гуру сенсей. У тебя было 100, 200, 300, тысяч. Бока у тебя есть размах. А потом спускаем на туалет. Потому что все рассыпалось и испортилось. До свидания. Люди сотни людей сотни разочарованных людей. Люди ушли. Не зарабатывают деньги. Те, которые уже давно здесь просто разочарованы. Душевная травма. Психологическая травма. Полное говно с людьми происходит из-за такого. Ребята, кто очень давно здесь бизнесом, знакома эта ситуация. И фаерфлакс не работает. Это полный развод, а не бизнес. Ни хрена подобно ни фаерфлакс не работает. Ты неправильно работаешь в фаерфлаксе. Ты неправильно работаешь в фаерфлаксе. Вот я говорю следующее. Про что идет речь? Что название компании? Я слышал это. Я знаю это. Нет, ты не знаешь это. Пока ты со мной не поговорил за фаерфлакс, ты не знаешь что такое фаерфлакс. Потому что люди только толкают дурость через это. Даже кто-то зайдет. Нету профессиональной старта, нету профессиональной работы. Он не знает фаерфлакс. Я тебе гарантирую. Если бы ты знал что такое фаерфлакс, ты бы заработал миллион долларов минимум с этого бизнеса. фаерфлакс. Он не знает этот фаерфлакс. Вот я тебе сейчас покажу что такое фаерфлакс. Сейчас мы покажем где раки зимуют. Почему это важно, ребята? Слушай. Он присоединился. Мы поставили время на встречу. Что о чем он думает, на чем фокусируется? Что будут мои друзья знакомые говорить? Нет? Идем туда-сюда 10-20 человек придут. Его уже мысли на следующей акции. Как это делать? Следующую презентацию. Он даже не может представить, что через 14 дней попросить деньги обратно. Потому что его мысли не там. где его мысли? Я забираю вообще от этого негатива его мысли. Я акция, действие, 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 работа. Ну, супер. Это был шестой пункт. Старт человека. Давайте посмотрим, через что человек приходит, пока он станет самостоятельным. следующий пункт. Ты как спонсор сделаешь эти фейс-то-фейс презентации семейной презентации и сделаешь закрытие и старты. Потому что как спонсор тебе было назначено время и мне это надо сделать. Когда ты новый тебе идут спонсоры тогда он тебе поможет. когда ты делаешь ему эти презентации и завершение сделок я всегда расскажу своему новому бизнес-партнеру что будет. Я ему говорю следующее. Слушай, когда я тебе помогу делать презентацию ты конспектируешь и учишься. Почему? Я тебе помогу дойти до трех фронтов. После трех фронтов я работаю тебе в глубине чтобы ты достиг лидер клуба. А тебе надо выучить. А ты идешь расширяться. Я иду в глубину а ты расширяешься. Будет хорошо тебе так? Да. Александр? Таде? Окей. Я помогу тебе занести трех фронтов. Ты видишь, как это сделать? Ты научишься. Я иду работать в глубину к тебе, чтобы ты достиг высшего уровня лидер клуба. Это тебе хорошо? Спонзи делает тебе бизнес? Деньги приходят? А ты расширяешься, зайчик мой. Расширяешься самостоятельно. Я ему здесь с самого начала сказал, я тебе не буду сопровождать 500 твоих встреч. Не буду. Если ты это не расскажешь, что произойдет? После 50-ой презентации один в Одессе, другой в Киеве живет. Тот киевский говорит, что присоединился, а его спонсор в Одессе живет? Спонзи. Спонсор. Ты такая скотина. Ты не придешь на мою 78-ю презентацию. Было такое? Что дублицируется? Все делают вместо кого, каждый делает вместо кого-то работу его. Что будет результат? не будет самостоятельного бизнес-партнера. Что будет результат? Ты будешь рабом своего бизнеса. Никогда не будешь свободным человеком. Окей? Окей? Это вначале надо обсудить. Чтобы он это знал. Ему надо это выучить. Может, он не выучит? Я ходил в глубину. Уже мы делаем эту игру. Чем дальше мы лучше и лучше людям идем, мы потом найдем тех людей, которые там хотят презентацию делать. Поверь мне, находятся эти люди. Интересует что он поставит в сторону здесь работу, если у меня здесь в глубине есть активный человек. Я занимаюсь с ним. Если не поставят в сторону работы, кого это интересует? Я работаю с этим. Потом я сделаю с ним в глубине в 3-й или 4-й глубине я сделаю 18 тысяч баллов, чтобы не было на платину или на золото. На золото или на платину. Если хочет заработать, он поставит в сторону работу. Зато надо идти быстро в глубину, потому что мы ставим огонь под его задницу. И мотивоват будет мотивоват, потому что человек мотивирован и смотрит, что там идут серьезные успехи, надо бы расширяться. нельзя. Много делать презентацию. Он никогда не будет самостоятельно, он станет падать комфортную зону и никогда тебе не будет презентацию самостоятельно проводить. Но мы сделаем презентацию и завершение сделки. Что следующий пункт, что происходит с коллегой? Он достиг уровня 3 фронта. Он достиг первого уровня карьеры и 3 фронта. Если ты видел, как если делать семейные презентации, это первая неделя. С одной семейной презентацией можно. В основном, если мы сделаем 2 семейные презентации, он не будет только 3 фронта, у него будет 5-6 фронтов. спонсором, если ты спонсор и назначил 2 семейные презентации и стал у него больше фронтом, чем 2-3. С кем ты будешь в глубине работать? С кем ты будешь в глубине работать? Не слышу. кушен бараке. Да. Самыми лучшими. у кого самые лучшие связи? Кто хочет и идет на презентацию? Кто спрашивает? И тогда ты можешь выбирать, потому что из 3 зариселированных партнеров один очень начинает серьезно этот бизнес. А тебе надо работать с самыми лучшими. Там происходит самое большие результаты и это всех мотивирует. не падай в ту ловушку, что у него 20 детей, он бомж, у него все проблемы, жалей его, что он не имеет денег. Это его проблемы, не твои. У тебя есть собственные проблемы. Он пусть решает свои проблемы, а я решаю свои проблемы. У тебя есть инструмент Fireflies и у меня есть инструмент Fireflies. не не бери на себя проблемы чужих людей. Потому что будет твоя проблема и его проблема. У тебя хватит достаточно своих проблем. Окей. Окей. бизнес-partнер достиг уровня 3 front. Следующий мотивируй его, это следующий шаг. И говори ему следующее. когда будет HDS, он автоматически это будет делать, потому что программа создана, так дальше не может идти по обучению, пока не пройдешь это шаг за шагом. Всегда до туда только, чтобы он привык, мотивируй того, чтобы у него был список имен минимум 100 человек, чтобы он уже привык к этому. Он послушает этот звуковой материал. Но смысл, чтобы он понял, когда вы разговариваете, что капитал в этом бизнесе это список имен. Чем больше список имен, тем у тебя больше шансов приуспеть в этом бизнесе. Если ты не нашел ключевых людей, в которых ты в глубине можешь зайти у них в бизнесе, с этих 20 партнеров, тебе надо посмотреть, кто есть, есть, с кем можно работать. Это зависит, что ты нашел этих людей или нет. Когда он достиг уровня 3 фронта, делает свой список имен 100 человек, вы договорились, что он следит, конспектирует, учится, как это надо делать. Послушает этот звуковой материал. Мы показали, как здесь надо делать презентацию. И он здесь тоже может учиться. в HDS есть такой видеоматериал, как надо делать правильную презентацию. Он видит это в практике, видит на этом фильме, делать, достиг 3 фронта, делает список имен 100 человек. Следующий пункт он должен тебе рассказать презентацию. Тебе надо знать 100% когда твой человек уже находится на рынке, что он делает или правильно это делает. Ты не можешь отпустить одного такого человека, который не знает, что даже он делает. Потому что этим он все уничтожает. Я всегда выпускаю людей так, чтобы он это рассказал. он достиг 3 фронта. это обсудили вначале. Если я вижу, что что-то надо коррегировать немножко, мы это обсудим. А что бы было, если бы так ты это делал? А ну-ка, давай попробуем. я не не оскорбляю, что он неправильно это делает. Я не верю, что ты можешь это вывел, сколько раз это делал, но как ты это? Ласково, чисто, от сердца, по-дружески, то есть превозвышенно это надо сказать. Самое лучшее людям не хватает признания в жизни. Вот почему есть файрфайс семинары и 10 октября один из самых больших семинаров Healy Diamond System будет в Будапесте. Именно HDS семинар 10 октября, а 21 ноября будет семинар Fire Flies, а 10 октября семинар Healy Diamond System в Будапесте. Я сейчас расскажу, это гениально будет. Вы даже не представляете. В конце сейчас это не надо записывать, потом в конце я расскажу. Например, у нас есть новый золотооснователь, он на Харли Дэвидс не будет заезжать, мы его завезем на сцену. Да, да, да. Когда ты будешь платиной, мы будем тебе на Healy Diamond System семинарах на лимузине завозить. С красным ковром, конфетти, цветы, музыка, конфетти, лазерное шоу, потому что ты заслужил этого. Потому что людей надо признать, потому что люди желают это, и это правильно, так надо сделать. Мы заметили, что людей в жизни не признают ни на работах, ни государство не признает, и даже дома в супружеской жизни муж или жена не признает его. И это не хватает людям, а мы это дадим. я расскажу, что моя самая большая мечта. Когда человек хорошо зарабатывает, смотрите, этически его не прижали, и с ним обращаться как с человеком. Он признан, его признали. И он видит, что у него есть цель, есть видение в будущее, есть будущее. Скажите, пожалуйста, этот человек уйдет когда-то с этого бизнеса? Нет. Тогда надо дать это людям. Знаете, что мы догадались, к чему? Столько же энергии уходит, чтобы это дать или не дать человеку? То же самое сделать плохо или хорошо? сделать с людьми или чем плохо? И мы это сейчас на семинарах будем давать так будем толкать, что просто капец. Потому что если человека так признали, идет следующий семинар, он там хочет быть, потому что ему это надо как наркотик, как адреналин. Когда он будет там, когда он сделает что-то и что будет делать за это чувство и он будет работать действовать потому что он хочет это чувство. На семинарах Healy Diamond System будут подарки, золотые ручки, такие специально все очень интересные подарки будут. Люди будут очень признаны и будут подарки получать. Окей. и и и много людей видят и они хотят это. Но надо привезти очень много людей на семинарах, чтобы ваши знакомые тоже видели, и они тоже хотели этого. Он рассказал тебе презентацию. начнет самостоятельно расширяться. А ты что делаешь, работаешь ему в глубину? То, что я показывал. Здесь есть твой бизнес-партнер. Ты сделаешь его презентацию. Здесь есть кто зарегистрировался у тебя. Что я делаю? Я иду сюда работать. Я не оставляю на этого человека. Он еще не знает это делать. Для него это еще большой кусок мяса. Он застрянет на горле и он задохнется. Он не может проглотить такой кусок мяса. Зато он научился и он начинает расширяться. А я работаю в глубине. Что мы делаем? Зарегистрировал. Говорю ему следующее. Быстро или потихоньку делаем этот бизнес? Быстро. Какие должны быть люди на твоем списке имен? Хорошие, слабые или сильные? Чтобы мы быстро продвигались? Он говорит да. Давай 20 начинай писать. И напишем 20 человек. ты говорил сам быстро. А мы так быстро можем продвигаться, если сразу многим людям будем это рассказывать и есть личное надсамничество. Это самое лучшее. Здесь твоя приемная комната или твой офис. минимум 10 человек пригласим. Следующий шаг. Вместе приглашаем. Вижу работает. Здесь сценарий. Вперед я буду. Пока. Я делал как дурачок Иванушка дурачок это. Докуда? Пока ты не достигнешь первой своей цели твоей цели мечты. Это золото. Может платина. изумруд. бриллиант. То же самое. Все то же самое. Только дальше надо делать потому что у меня мечта больше. Сложно? Следующий пункт что делается? В связи с тем что он расширяется. Я работаю в глубину что он достигает? Он достиг лидер клуба. Он достиг лидер клуба. Всегда мы его похвалим признаем ее. Умничка. Он достиг уровня лидер клуба. Когда он достиг лидер клуба уровня это тоже вы будете учить в High Diamond System когда он достиг лидер клуба то только тогда делайте первую консультацию. Консультация следующая с теми ключевыми людьми которые это серьезно делают. Раз в месяц должен провести консультацию в начале месяца. до лидер клуба никакой консультации пусть его ведет размах. Именно размах и вдохновение хватит только до одного определенного момента. А потом надо ставить знания. Если потихоньку дозированные люди получают знания есть вдохновение потихоньку дозами получают ступенька за ступенькой знания и он уже знает что знает делать этот бизнес воодушевление остается дальше растет дальше но его держит знание и он не переживает что его бизнес развалится и упадет в зад. Я очень воодушевлен в этом бизнесе но я сознательно воодушевлен в этом бизнесе потому что я знаю Я знаю, что знаю. Я обалденно кайфую от этого. Потому что знаю, что я буду бриллиантом. Я знаю, что буду свободным человеком. И делаю, что хочу. До свидания. Кто не нравится, повернулся в спину и пошел дальше. Это моя мечта. Если какая у тебя твоя мечта, это твое решение. Отойди в сторону. Погладь себя. Что ты хочешь, солнышко? Какая твоя мечта, цель? И ответ придет. Написал. Поверишь. И действуешь. Технологический процесс проводишь. Что с ним консультируешь, чтобы немножко помочь, когда он действительно лидер клуба? Всегда смотри, что есть у него первый и самый главный пункт. Есть у него мечта или цель. Тебе надо знать, что этот человек движется к своей мечте и цели, потому что это дает весь размах движения. Технологический процесс. Надо посмотреть в консультации, где он работает, с каким лидером, на каком месте. И связи с тем, что консультация идет с глазу на глаз, это можно и по скайпу. Там все проблемы можно обсудить. И в месяц один раз консультируешься про такие вещи. Здесь мы начинаем вводить немножко сознание. Потому что после лидер клуба он уже приближается к золоту. Там уже 5000 долларов ежемесячно. Это уже просто так компания не дает. И особенно стабильно каждый месяц. И что надо, что результат и что будет конец. Этот человек стал лидером клуба. В связи с тем, что ты консультируешься с ним, ты контролируешь его работу. У него есть список. Он знает приглашать. Он знает делать презентацию. Он видит, как надо запускать человека. Он будет даже видеть это обучение, как это надо правильно делать внутри АДС. И он знает запускать человека, стартовать профессионально. Какой ты стал бизнес-партнером? А кто работает самостоятельно. И вот есть почему эти пункты, процессы, технологический процесс. Ты видишь, где мы находимся. Он стал три фронта. Тогда список имен 100 человек. Он уже знает рассказывать презентацию. Он расширяет. Я иду в глубину. Он стал лидером клуба. Консультация. Он уже знает сам все. Он стал самостоятельной машиной. Автоботом. Сколько таких ставишь машин? Огромный рынок. А сей в ВВП экономики мира тоже сделал 10,5%. Сколько бы ты хотел? От чего это зависит? От первого пункта. Сколько он сегодня твоя мечта и цель? Этот бизнес передается в наследство. Что-то с тобой случилось. Твоя семья в полной безопасности. Не дай бог, у тебя есть больной муж или больная жена или больной ребенок. А ты кормилец семьи. Ты не дай бог умрешь. А когда человек умирает не только в Fireflies. Например, традиционный бизнес забирает, пропадает все. Совместные владельцы раскрадывают эту компанию, раскрадывают тебя. Бедная жена, что не понимала, какой бизнес у его мужа. До сих пор был джип, все дом, красиво все. И нет ничего, потому что все разокрали и украли. Все просто свистнули. И семья осталась без хлеба, без ничего. Она просто пропала. А если это в Fireflies, если построишь... Твоя семья только будет каждый год покупать право дистрибьютора 45 долларов. И каждые две недели твоя семья будет получать дивиденды и авторские права. Моя семья, хочешь не хочешь, несколько десятков тысяч долларов каждый месяц получает. Даже если у меня не будет, не дай бог. Сейчас сверху посмотрю. Жалко, что я уже не там. Вижу, что моя жена уже знакомится с другим мужчиной. Купила новый костюм в своей половинке. Это мой бонус был. Не проблема, хотя бы счастливая. Воспитывает ребенка моего лучше, чем они обои были бы на улице. Я сверху спокойно баунти свою ем. Это гениально, потому что этот бизнес дает безопасность твоей семье. Я вижу то, ребята. Он этот бизнес создан для того, чтобы ты создал капитал. Ты такой капитал можешь создать в этом бизнесе, он с генерацией на генерацией будет приходить на средства твоей семье. Это означает то, что если ты уйдешь и научишь своих детей, внуков финансовой интеллигентности или финансовым IQ, генерациями подряд эта семья будет полностью в порядке в финансовом состоянии. У меня в семье до сих пор за историей это первый человек, который я сделал. Я верю, что и дальше это буду продолжать, потому что я знаю, что люди никогда не перестанут путешествовать и отдыхать. И если есть у тебя большая команда, идут дивиденды каждые две недели. Этот бизнес даст тебе пассивный доход и ты больше можешь выделить время на себя. Я сейчас начинаю ходить, потому что я хочу научиться играть в большой теннисе. Это мое хобби, я всегда мечтал об этом делать. Поверь мне, этот бизнес укрепляет твою жизнь и удлиняет твою жизнь. То есть намного длиннее будешь жить, потому что ты можешь себе позволить качественно питаться. Есть у тебя время, нет у тебя такого стресса. Отдыхаешь на морях, в соленой воде хорошо делает твоей коже. Очень много привилегий в этом бизнесе. У меня был деревообработчик, у меня был свой бизнес по деревообработке. У меня уже была проблема, у меня была грыжа позвоночника и я уже просто не мог просто тестать. То, что я дерево тяжелое носил, влево-право тяжелые вещи. Уже с легких уже пыль выходила комками через нос, через горло. Утром я просыпался, у меня были заклеены глаза, потому что уже пыль выходила через глаза. От химии, от лака, от вони, от проблем. Если бы я это не оставил, я был бы как овощ уже. Сейчас уже моя спина нормальная. Хорошие, легкие. Все, хэппи. Почему? Потому что я поменял. Очень много есть привилегий. Я верю и знаю, что нет такого, чтобы этот бизнес не мог решить проблему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова